В Оренбурге состоялась расширенная коллегия Министерства социального развития региона. На итоговом совещании были озвучены результаты работы прошедшего 2016 года. У нас по отношению к прошлому году все-таки хоть небольшой, там 4,4% прироста, но есть. И вот на самые такие основные поставленные задачи, то есть средства в бюджете заложены, выплаты все производятся своевременно, задержек никаких нет. Учреждения, которые являются опорно-методическими площадками и проводят многочисленные семинары для специалистов из различных территорий Оренбургской области, впервые в рамках коллегии наглядно продемонстрировали свою работу. У нас здесь на выставке представлена рекламная продукция, которая связана с реализацией в Оренбургской области родительских университетов. Это новый проект, который реализует Центр гармонии вместе с Национальным институтом защиты детей Московским. У нас есть соответствующее соглашение. И заключается он в проведении цикла вебинаров для родителей. Человек, его благополучие, а также семья всегда в основе социальных проектов, на реализацию которых в прошлом году региональным правительствам было направлено 11 миллиардов рублей. На мероприятие по государственной программе «Доступная среда» из областного бюджета потрачено свыше 80 миллионов рублей. И сотни тысяч инвалидов в городах и районах Оренбуржья смогли получить дополнительные меры соцподдержки. От обеспечения техническими средствами реабилитации до обучения вождению автомобиля, в чем, кстати, не уступают профессионалам. В Омск вот к брату ездил недавно, так что нормально все, потихонечку. В поддержке моральной, эмоциональной, физической особенно нуждаются дети-инвалиды. Летом более 200 подростков с тяжелыми заболеваниями отдыхали в реабилитационно-оздоровительном центре Русь. Это учреждение во время своего визита в нашу область посетил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин. Он отметил высокое качество предоставления услуг гражданам. Также министр одобрил проведенную общественным советом работу по независимой оценке оказания соцуслуг в Оренбургской области. Через общественные советы, через опросы граждан, через опросы тех, кто является клиентами этих учреждений, оценивается то, как обустроено учреждение, то, как персонал учреждения относится к исполнению своих обязанностей, насколько он добродушен, насколько он качественно оказывает свои услуги. Повышению качества социальных услуг содействует и деятельность некоммерческих организаций. В 2016 году субсидию из областного бюджета в объеме более 2,5 миллионов рублей получили 4 НКО. Благодаря реализации их проектов оренбургские спортсмены-инвалиды приняли участие во всероссийских соревнованиях «Туриада Юрюзань» в Башкирии, а также в состязаниях «Пара Крым». Огромное впечатление произвел на участников и зрителей областной фестиваль «Вместе мы сможем больше». Песня идет из души, из сердца. Когда ты поешь, ты чувствуешь облегчение, чувствуешь, что ты выражаешь всю главную мысль песни. По-прежнему под пристальным вниманием соцслужб старшее поколение. Ежегодно для улучшения их жизни из областного бюджета направляется более 2 миллиардов рублей. В прошлом году для жителей области, достигших 70 и 80 лет, введена новая мера – компенсация расходов на капитальный ремонт общедомового имущества. Мне там девочки сказали, что мне положено сбавить плату за капитальный ремонт. Ну вот, теперь сбавили. Все большую популярность среди людей пенсионного возраста приобретает областная спартакиада «Спортивное долголетие», в которой приняли участие более 400 человек. Соревнования нужны такие для здоровья, для долголетия, недаром они так называются. И то, что мы все-таки чувствуем, что мы не безразличны нашему руководству, нашей Оренбургской области. Пожилые люди активны и в освоении компьютерных технологий. Только в прошлом году около 2400 человек прошли обучение. Теперь могут общаться по скайпу, отправлять электронные письма или поздравления, например, с Днем Героев Отечества. В прошлом году это был самый патриотичный праздник. На торжественное мероприятие организаторы пригласили 40 Героев России и Советского Союза, проживающих в Приволжском федеральном округе. Мы, Оренбуржцы, свято чтим своих героев, помним о них, заботимся о них. И делаем все для того, чтобы их семьи жили так, как нам, и были окружены заботой и вниманием. И в праздники, и в будни выполняют свою работу комплексные центры социального обслуживания населения, в которых активно развиваются полустационарные услуги. Это работа психолога, развивающие и обучающие мероприятия для детей, досуговые для пожилых. Мы все время здесь приходим, занимаемся, на спортивных тренажерах занимаемся, настольные игры тоже здесь все время. Хорошо мы здесь время проводим. Большой интерес у пожилых людей вызывают новые формы работы, такие как социальный и производственный туризм. Высоко оценили ветераны проект «Живи страна», благодаря которому побывали на экскурсии на различных предприятиях. Мы уже давно многие на пенсии, и сейчас, когда мы этого смотрим, открываем для себя много нового, много хорошего. Чем благополучнее живет семья, тем крепче страна. В нашей области ощутимую помощь за счет средств регионального бюджета получает около 130 тысяч нуждающихся семей с детьми. Особый акцент на многодетные семьи, на поддержку которых финансирование из областного бюджета увеличивается ежегодно, и в 2016 году составило около 1,3 миллиардов рублей. В День любви, семьи и верности пять лучших многодетных семей Оренбуржья получили в подарок автомобиль. 15 молодых семей – сертификаты на приобретение или строительство жилья. Особых наград заслужили семейные пары, прожившие вместе 50 и более лет. Настроение отличное, прямо рады очень, можно сказать, счастливы. Дети счастливы, и мы счастливы. Очень хорошие, знаменательные деньги, теперь его будем отмечать. Объединять усилия матерей по созданию здорового климата и в семье, и в обществе помогает Всероссийское общественное движение «Матери России». В прошлом году в Оренбургской области было создано региональное отделение, председателем которого избрана министр социального развития Оренбургской области Татьяна Самохина. Я познакомилась с представителями ваших общественных социально ориентированных организаций и с вашим министром социального развития и всей командой министерства, которая очень активно, профессионально и грамотно решает вопросы социальной сферы. О семейных ценностях, о воспитании и образовании, о духовных традициях говорили на первом евразийском форуме «Движение сельских женщин», который проходил весной 2016-го в Оренбурге. А в сентябре состоялся форум «Движение сельских женщин Восточного Оренбуржья», на котором обсуждались вопросы государственной помощи многодетным семьям. Сегодня таких семей в нашей области более 24 тысяч, в их числе Заводчиковы из Оренбурга и Бардинцевы из Гая. Дружные семьи стали участниками первого всероссийского конкурса «Семья года» и в разных номинациях получили почетное звание «Семья года». Очень понравилось, конечно, почувствовали, что мы с такого небольшого городка Оренбургской области и тоже на сцене концертного зала «Россия». Наша семья в числе лучших. Нам, конечно, очень приятно это было. В Оренбургской области многое делается для улучшения жизни детей-сирот и семей, где трое и более детей. Так в прошлом году 33 многодетные семьи и 461 ребенок-сирота получили собственные квартиры. Забота о подрастающем поколении остается одним из важных направлений деятельности социальных служб. На особом контроле – летний отдых детей, финансирование которого в прошлом году только за счет средств областного бюджета составило около 400 миллионов рублей. 90 тысяч ребятишек провели лето весело и с пользой для здоровья. Об этом шла речь на первом региональном форуме организаторов детского отдыха «Оренбургские каникулы». Встреча проходила в Тюльганском районе, в круглогодичном оздоровительном центре «Солнечная страна». В Оренбургской области успешное развитие получает новая форма социального обслуживания – приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов. Антониды Вельмискина с недавнего времени проживает в семье Ломакиных из Ташлинского района. И хочу, чтобы о них весь союз знал, что есть такие люди, принимут бабушку и трясутся над ней. Семья и дети, инвалиды, ветераны и пожилые – предмет особой заботы государства, общества, власти. А потому стратегической задачей Министерства соцразвития Оренбургской области остается дальнейшее повышение качества социальных услуг и обеспечение их большей доступности различным категориям населения. Хотелось бы, конечно, заверить наше население, что сотрудники делают все возможное для того, чтобы качество услуг было выше. Задачи, поставленные все, были выполнены. И чтобы мы никого не разочаровали своей работой.